Сила воли. Как развить и укрепить. Келли МакГонигал. Эта аудиокнига посвящена каждому, кто когда-либо боролся с искушением, зависимостью, откладывал дела в долгий ящик и уговаривал себя что-то сделать. То есть всем нам. Умный желает владеть собой. Ребенок хочет сладостей. Джалал Аддин Руми. Предисловие. Ознакомительное занятие по курсу наука о силе воли. Кому я не скажу, что читаю курс о силе воли, мне почти всегда отвечают. О, ее-то мне и не хватает. Сегодня больше, чем когда-либо люди понимают, что сила воли, способность управлять вниманием, чувствами и желаниями, влияет на физическое здоровье, финансовое положение, близкие отношения и профессиональный успех. Нам всем это известно. Мы знаем, что должны полностью контролировать свою жизнь. То, что едим, делаем, говорим, покупаем. Однако большинство людей чувствуют себя на этой стезе неудачниками. В один миг они владеют собой, а в другой их захлестывают чувства, и они теряют контроль. По данным Американской психологической ассоциации, общество считает, что нехватка силы воли главная причина трудностей на пути к цели. Многие люди испытывают вину за то, что подводят себя и окружающих. Многие оказываются во власти собственных мыслей, чувств, пристрастий. Их поведение продиктовано скорее импульсами, чем осознанным выбором. Даже наиболее поднаторевшие в самоконтроле устают держать оборону и спрашивают себя, неужели жизнь и вправду должна быть так тяжела. Моя задача как специалиста по психологии здоровья и преподавателя ведущего занятия по программе оздоровления на медицинском факультете Стэнфордского университета — учить людей управляться со стрессом и принимать здравые решения. Я годами наблюдала, как люди боролись с собой, чтобы изменить свои мысли, чувства, тела и привычки. И поняла, что представления этих страдальцев о силе воли мешали их успеху и вызывали ненужное напряжение. Хотя наука могла им помочь, люди плохо воспринимали сухие факты и продолжали полагаться на старые стратегии, которые, как я вновь и вновь убеждалась, были не просто неэффективны. Они выходили боком, вели к саботажу и потере контроля. Это подвигло меня на создание курса «Наука о силе воли», который я читаю в рамках программы дополнительного образования в Стэнфордском университете. Курс обобщает результаты новейших исследований психологов, экономистов, нейробиологов и врачей и объясняет, как разрушить старые привычки и выработать полезные, побороть медлительность, научиться сосредотачиваться и справляться со стрессом. Он раскрывает, почему мы поддаемся искушению и как найти в себе силы устоять. Он показывает, насколько важно понимать пределы самоконтроля и предлагает лучшие стратегии для воспитания силы воли. К моему восторгу, наука о силе воли быстро стала одним из самых популярных курсов, которые когда-либо предлагала Стэнфордская программа дополнительного образования. На первом же занятии нам пришлось четырежды менять аудиторию, чтобы вместить непрерывно пребывающую публику. Управляющие корпорации, учителя, спортсмены, медицинские работники и прочие любопытствующие заполнили одну из самых просторных аудиторий Стэнфорда. Студенты начали приводить супругов, детей и коллег, чтобы приобщить их к заветным знаниям. Я надеялась, что курс будет полезен этой разношерстной компании. Цели людей, посещавших занятия, разнились. Кто-то хотел бросить курить или сбавить вес, а кто-то — вылезти из долгов или стать хорошим родителем. Но результат поразил даже меня. Спустя четыре недели при опросе 97% студентов сообщили, что стали лучше понимать собственное поведение, а 84%, что благодаря предложенным стратегиям их сила воли окрепла. К концу курса слушатели рассказывали, как преодолели 30-летнюю тягу к сладостям. Наконец-то заплатили налоги. Приобрести полную версию данной книги вы сможете, перейдя по ссылке в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok